И сейчас нам будет присоединяться Елена Маринищева, вице-президент Moscow Service International Realty. А пока Елена присоединяется, я еще сделаю два очень-очень важных анонса. У нас будет много вебинаров в ближайшие недели и месяцы, но на двух я хочу сделать особый акцент. Один вебинар у нас будет посвящен виду на жительство в Германии. Виду на жительство в Германии для инвесторов. Лена, приветик. Добрый день. Так, сейчас настрою. Я сейчас последние два объявления сделаю, и мы с тобой начнем разговор. Итак, 20 мая мы говорим о том, как инвестор получить ВНЖ в Германии. Будем разговаривать о нем. И второй наш вебинар, на который я хотел бы особо позвать, потому что он именно связан с программами ВНЖ. И далее. 27-го, кажется, числа мы будем говорить о Соединенных Штатах Америки. Отдельно сейчас тоже, пожалуйста, скиньте ссылочку. Ну и вообще можно скиньте ссылочку, знаете, еще на что? На все наши вебинары. Там их гораздо больше, просто если уж мы говорим про ВНЖ, про гражданство, то вот эти два. А дальше много-много. Пожалуйста, записывайтесь, регистрируйтесь. Вот один, например, завтра будет. Лен, ты на самом деле меня заинтриговала. Мы же, когда с тобой начали, да, вот говорить о том, о какой, собственно, стране мы будем говорить, потому что было несколько вариантов. Ты мало того, что выбрала не самую очевидную страну, так ты и в направлении, где очень-очень много стран, выбрала одну конкретную. А говорить мы сейчас с тобой будем о гражданстве Гренады. Что Гренада? Почему Гренада, собственно? Давай начнем с такого общего. Почему ты считаешь, что вот она заслуживает сейчас особого внимания? Да, это важно начать с общего, начать с ситуации, которая сложилась, с поведения наших клиентов во время пандемии и с того интереса, который сейчас привлекла эта программа. Программа гражданства Гренады за инвестиции. Одну секунду, я сейчас попрошу просто, чтобы нам презентацию нашу включили. Да, да. Она через секунду будет включена. Начинай, пожалуйста. Да. Ну, начнем с самого главного. То, что мы увидели, что создавшаяся ситуация политической, экономической пандемии и так далее вызвала огромную потребность у наших клиентов, потенциальных клиентов в дополнительном чувстве безопасности. В получении дополнительных возможностей для передвижения или для бизнеса, для дальнейшей жизни. И этот запрос стал вот такой реальный, то есть все эти события стали триггером для того, чтобы начать процесс оформления гражданства, его делать как раз из условий самоизоляции. То есть без поездки, без открытия счета, практически все из своей квартиры делая. И вот такая уникальная программа гражданства Гренады, она действительно одна из пяти существующих стран Карибского бассейна, который предоставляет гражданство за инвестиции. И я скажу, конечно же, почему она выделяется. Сначала пару слов для тех из слушателей, кто не в курсе, в принципе, о чем идет речь. Речь идет о том, что пять стран Карибского бассейна предоставляют гражданство своих стран за инвестиции. И есть два варианта инвестиций. Либо через безвозмездное пожертвование, либо через инвестиции в недвижимость. Ну, вот здесь я там привела примеры, но вернемся к табличке, которая у нас перед глазами. Итак, конечно же, мы с клиентами со всеми проходим стадию сравнения и обсуждения каждой из этих программ. И здесь есть, естественно, индивидуальные особенности и предпочтения. Однако путем выявления основных плюсов и минусов мы видим, что у Гренады максимальное количество, ну, скажем так, набранных баллов. С чем это? Слушай, если не все видно, давай просто прочитай. Прочитаем, да. Что важно? Важно, естественно, чтобы гражданство наследовалось. И в Гренаде также это количество поколений, которые наследуются, оно не ограничено. Просто не все страны дают такую возможность. Дальше есть возможность, это единственная программа, которая дает возможность прикреплять не только детей до 30 лет и родителей любого возраста, но и даже братьев и сестер, которые не замужем или не женаты. Это единственная программа из вот этих стран, которая дает безвизовый Китай. И единственная, это, наверное, самый большой плюс для многих наших клиентов, очень важный, которая дает возможность на это гражданство оформить визу Е2 в США, не иммиграционную визу в США, которая дает возможность, если там не пребывать больше 120 дней в году, дает возможность не становиться принудительно налоговым резидентом США. То есть у этой программы очень много плюсов. Паспорт дает возможность путешествовать безвизово по странам Шенгенского соглашения. Естественно, это безвизовая Великобритания. Эти страны входят в британское содружество. И если на территории Шенгенской страны можно находиться 3 месяца в течение полугода, то в Великобритании можно даже находиться 6 месяцев подряд в течение года. И вот благодаря этим преимуществам и еще той возможностью оформления дистанционного, которая была и до пандемии, но сейчас процедура лучше отработана, сейчас есть возможность подать документы в сканированном виде, потом их надо будет направить, но все это ускоряет процессы. Мы даже организуем возможность сдачи биометрии в персональных случаях также дистанционно. И вся эта совокупность факторов плюс сроки, то есть это 4-6 месяцев примерно весь процесс занимает. Мы сейчас ориентируем клиентов, что к осени, осенью они получат этот паспорт, если сейчас начнут процесс. То есть совокупность этих факторов дает очень большой интерес к программе. И, конечно, нельзя не сказать про сумму, да, потому что... Давай отдельно, я еще слайд найду, слайд суммы, это что, что у нас... Ну, гражданство Гренады, вот, собственно... Да, это общее объяснение. Да, ты про это рассказала. Рассказали о том, что, ну, про изменения. Вот давай изменения, потому что тут уже про цифры, тут как раз уже есть, про порок и нестифты. Ну, самое главное, я не буду как бы вот какими-то формальностями, самое главное, что стало возможно, что сократили сроки рассмотрения заявлений по сравнению с временем, которое до этого занимало. Сейчас оно сократилось до 3-4 месяцев, и самое главное, это был снижен минимальный порог инвестиций в недвижимость. То есть сейчас есть возможность инвестировать 220 тысяч долларов, это возвратная сумма, через 5 лет. Так как мы сегодня говорим именно про возможности получения гражданства через инвестиции в недвижимость, здесь это как раз этот вариант я бы предложила рассмотреть, потому что есть клиенты, которые останавливаются на дарении, ну, как бы заплатить и забыть, но все-таки чаще наши клиенты хотят инвестировать, хотят большую часть суммы вернуть, хотят получать доход и ориентируются на это, и, конечно, спрашивают нашей консультации как специалистов по недвижимости. Окей, давай тогда посмотрим, вот тут был у тебя замечательный кадр, я могу ошибаться, вот. Да. Вот как раз давай вот про это так раз и поговорим. Значит, первая история, это когда просто взял и отдал, это вот левая часть кадра, если я правильно понимаю. Да, да, то есть если мы говорим уже непосредственно про гражданство Гренады, ну, может быть, может быть, все-таки пару слов сказать про саму страну для тех, у кого, да, нет вот такого базового понимания. Нигра в Гренаде не был, есть такие. Да. Так, самое интересное, что это и не требуется там пребывать для того, чтобы стать гражданином Гренады, и, как я уже сказала, не требуется поездка, не требуется никакого взаимодействия со страной, вы становитесь гражданином Гренады и можете взаимодействовать со всем миром, как бы никогда не бывая в этой стране. Что важно сказать про Гренаду? Это страна, которая возглавляет Содружество стран Карико, Содружество Карибского бассейна. Страна, которая выделяется своим экономическим все-таки, ну, можно сказать, там, успехом, деятельностью, потому что это по специям также очень важное место занимает мировой торговля. Страна, где находится крупный медицинский университет, и каждый сотый врач в США закончил этот университет. То есть это также показывает важность и значимость получения образования в этой стране, и связь в том числе с США. И это страна, у которой единственное есть посольство в Российской Федерации, в Москве. Это важно, потому что... Почему? Это важно, потому что в случае утери документов, утери паспорта или продления паспорта после окончания его срока действия и так далее, не надо лететь в какую-то другую страну, можно все это сделать в Москве, это занимает немного времени, можно при необходимости... У нас есть клиенты, которые планируют открывать, может быть, даже бизнес на Гренаде, интересуются этим. Всегда можно с послом в этом плане пообщаться, познакомиться, он очень контактный. То есть здесь я транслирую это для того, чтобы показать, что есть дружественные отношения, есть связь с Россией, и это также очень важно. Поэтому сейчас, когда я представила Гренаду, что это действительно интересная страна и с экономической точки зрения, вот тот прекрасный слайд, на котором мы были. Давай, делаем слайд. Значит, с безвозмездным пожертвованием более-менее определились, да? То есть 150-й черный – это то, что ты даришь, условно говоря. Я прочитаю, прости, просто вслух, потому что те, кто смотрят с телефона, они просто довольно мелко, может быть, написано. На одного заявителя взнос 150 тысяч долларов, на семью до четырех человек 200 тысяч долларов. Все правильно. И это тот вариант, который выбирают те клиенты, которые хотят вот единоразово заплатить. Выплатили и забыли. И забыли, да, да. У нас тоже бывают такие формулировки. Но иногда они бывают, потому что не знают или не знакомы, или боятся взаимодействия с рынком недвижимости. Это правильное опасение. Правильное в том плане, что на все-таки на этих островах есть проекты, которые начинаются, но в процессе, назовем так, долгострои. И если мы говорим про приобретение недвижимости в прямое владение, то чаще всего мы рекомендуем это тем клиентам рассмотреть, которые по каким-то причинам хотят сами проживать в этой недвижимости. То есть выбирать, как мы говорим, делать душевную покупку. В этом случае сумма инвестиций базовой начинается от 350 тысяч долларов. Но фактически вы видите, что сами объекты недвижимости начинаются от 450 тысяч долларов за студию. Прости, пожалуйста, уточнить. Что значит? То есть просто дешевле нет предложений? Да, дешевле нет, потому что можно инвестировать только в официально одобренные проекты, которые можно совершенно спокойно проверить. На сайтах есть открытая информация, какие проекты подходят, одобрены под программу. И просто это минимальная сумма в данном случае для входа при приобретении в прямое владение. К тому же надо понимать минусы прямого владения. Ну, минусы нормальной качества прямого владения – это затраты, которые связаны с владением недвижимости. На управление, на сдачу в аренду, на поддержание в хорошем состоянии и так далее. Вот. И здесь есть интересная альтернатива, про которую как раз, которую чаще всего выбирают наши клиенты, в которые видят большой интерес. Это приобретение доли в пятизвездочном отеле. На Гренаде мы говорим про проект, который сейчас только начинается строиться. Он будет запущен через два года. И это проект пятизвездочного отеля Six Senses высокого уровня, сеть отелей, которых нет еще, это сети на Карибах. И, соответственно, это проект от застройщика, у которого есть уже успешные отели на других островах, законченные проекты, соответственно, уже приносящиеся, приносящие доход инвесторам, владельцам отелей. Прости, Мараста, ты сказала, ты сейчас приводишь конкретный пример, а до этого ты сказала, когда ты говорила о объектах для своего проживания, что там есть некое ограниченное число. Отелей тоже ограниченное число? Да, да, конечно. Хотя бы порядок, сколько там, 5, 10, 15, трудно сказать, сколько примерно на острове, но порядок. Сколько вот таких долинных? Одобренных, одобренных. Одобренных сейчас на Гренаде мы говорим про один такой вариант. Всего один? Да, 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 на данный момент, если мы говорим именно про долю отеля, это вот единственный проект, который сейчас есть. На Сен-Китс и Невис есть построенный отель, парк Хаят, который уже приносит доход. По прошлому году это было 3,2% годовая доходность. На Доминике сейчас есть уже запущенный Кемпинский, тоже пятизвездочный отель, который еще, ну, вот только начал свою деятельность, соответственно, результаты увидим по прошествии времени. А 3,2, ты называешь цифрю 3,2, это не гарантированная доходность? Это не гарантированная, да. Это выработка отеля, и примерно ориентирует, мы ориентируем клиентов на 3-5%. Понятно, что получать доход они начинают только после того, как отель запущен, начинает функционировать. Однако есть бонусы для владельцев долей. Это несколько недель в году они могут проводить уже либо в построенном отеле долей, которого они владеют, либо вот в этой же сети, либо в Кемпинске, либо в парк Хаят. Конечно, когда они продают, через 5 лет можно эту долю продать, естественно, сохранив свое гражданство, и следующий инвестор может получить, соответственно, для себя гражданство и для своей семьи. И вот это обеспечивает ликвидность этих долей. Как раз то, что старые инвесторы сохраняют гражданство, новые получают. Мы видим, что такая условно вторичка есть на Сенкидс. У нас есть тоже клиенты, которым комфортнее, например, приобретать уже в существующем, действующем отеле с текущим арендным потоком. Конечно, это разные паспорта, и у Сенкидс нет всех тех бонусов, которые есть у Гренады. У Сенкидс нет выход на визу Е2 США, нет безвизового Китая. Однако чуть больше набор безвизовых стран в целом. То есть здесь, опять же, мы индивидуально клиентам поясняем, рассказываем про те возможности, которые дает каждая инвестиция. Окей. Давай тогда перейдем к следующему. Мы еще вернемся к конкретным проектам. Сейчас я чуть-чуть посмотрю. Давай, да, вот начнем, поговорим о том, а как, собственно, с чего начинать и как проходить весь этот процесс, особенно в не самых простых, ограниченных перемещений наших возможностей. Да. Ну, у нас сейчас в этом плане упростилась процедура, и как раз это стало проще и нашим клиентам. То есть мы, конечно же, начинаем с консультации. Иногда это консультация среди всех пяти карибских стран, иногда консультация всего инвестиционного гражданства мира. Но представим, что мы сузили этот поиск, и мы остановились с клиентами на Гренаде. На Гренаде. Окей. Да. Следующий шаг у нас – это прохождение экспресс-проверки, world check. Это очень важно для того, чтобы мы сразу же могли дать предварительно, и у нас тоже было понимание, проходит ли этот клиент на программу. Для этого нужен всего лишь копия загранпаспорта, и примерно в течение суток, даже иногда меньше, мы получаем результат. То есть мы смотрим на клиента глазами вот… Гренадскими глазами. Гренадскими глазами, да, так их вот службы безопасности, назовем это так. Далее есть возможность для тех клиентов, которые сомневаются, понимают, что там вели бизнес в 90-х, или какие-то у них были истории и так далее, можно заказать углубленный world check за отдельную плату, когда клиент говорит, я хочу точно понимать, там, ну, 99%, чтобы было у меня понимание, прохожу я или нет, и не тратить свое время тогда, и чтобы не получить отказ. Что такое углубленный, это как? Да, то есть это значит, что мы проходим вот эту предварительную проверку у компании, которая ее официально проводит, и аттестована на это, и получаем результат проверки, на основании которых уже в дальнейшем в процессе получения паспорта Гренады делается вывод о том, достоин ли этот гражданин быть потенциально, этот человек быть гражданином Гренады. То есть это мы берем на себя, для этого нужен определенный документ, и опять же пошаговую инструкцию мы даем. Но честно скажу, что редко мы делаем такое углубленное изучение, потому что когда мы с клиентом обсуждаем все моменты, мы проговариваем, и мы, конечно же, говорим, что обязательно в следующем пакете документов нужна справка об отсутствии судимости, нужно понимание происхождения денежных средств, которые будут тратиться на эту программу. Очень важное отличие, например, от паспортной программы Мальты, где надо показать прохождение всего своего состояния. На Гренаде такого не требуется, надо показать происхождение именно тех средств, которые будут оплачены, которые необходимы для всего этого процесса. Далее мы подписываем с клиентом договор на юридическое сопровождение. Если он выбирает инвестицию в отеле, то подписываем также договор на вот эту инвестицию, приобретение доли, и клиент оплачивает юридическое сопровождение и оплачивает 10% от доли, то есть 22 тысячи долларов оплачивает из 220 тысяч. Опять же, важно отметить, что остальную часть, он вот за недвижимость, он оплачивает только после получения одобрения. То есть всю сумму платить сейчас не надо. Я вижу, что идут-то запросы по суммам, и моя коллега Ксения Грищенко напишет ответы, что у нас есть возможность делать по всем запросам индивидуальные расчеты. Поясню, почему это так. Так как составы семьи у всех отличаются, возраст детей, возраст родителей, и как, да, разный тип семей, то существуют налоги и пошлины, которые как раз зависят, их размер от состава возраста семьи. И сейчас, ну, очень грубо я могу сориентировать, что семья супруги с двумя детьми, примерно, если мы говорим про инвестицию, вот, доли отеля, грубо ориентируем на 300 тысяч долларов. Ну, вот смотри, вот у тебя есть слайдик, просто давай, раз уж мы за него коснулись, а потом уже перейдем к финалу, а потом сделаем легкую паузу и вернемся обратно к процедуре. Так. Цифра, опять же, давайте зачитаю. Вот основная это стоимость доли 220 тысяч, а ты, Лен, наверное, прокомментируешь. Вот государственная пошлина для семьи из четырех человек это примерно 50 тысяч. Да, да, это вот точно. Сбор для процедуры проверки дью-диллидженс 5 тысяч на человека, но здесь имеется в виду 5 тысяч на взрослого, соответственно, двое взрослого. Да, да, здесь получается взрослые. Проверяем только взрослых для детей, соответственно, такой проверки нет. Оплата за регистрацию заявления полторы тысячи евро за человека, но уже за каждого. Да. Сбор за обработку документов 4 тысячи, это универсально или тоже потому что 4 человека? Да, это 4 человека. Все пошлины, которые здесь описаны, это все государственные установленные пошлины. Все их размеры можно уточнить на официальных сайтах. Это не то, что мы придумали. Вот они, как видите, да, формируются. У нас есть просто такие автоматические расчеты. Мы это делаем. Сразу же видно клиенту, какая возвратная часть, какая невозвратная. И там как раз подробно это написано. Особо как раз таким интересующимся клиентам мы это даем даже в таблице Excel, чтобы они видели, как ты говоришь, да, то ли это там за каждого. То ли они 7-го слишком большого. То ли они 7-го слишком большого. Да, да. Здесь все прозрачно, и мы за... Ну, это официальные данные, которые должны быть сделаны при участии в этой программе. Меня в таких расчетах больше всего радует, ну, там идут суммы, там, 200 тысяч, 5 тысяч, 4 тысячи. И вот оплата бланка присяги, вот это очень мило. То есть на бланках присяги ребята зарабатывают по 20 евро сноса. Так что если у вас большая семья есть, то расход на бумагу... Да. Ну, для нас, как для специалистов рынка, иногда неявно, что клиенты думают, что чем больше членов семьи, тем, ну, там надо несколько раз доли купить, да. То есть я просто проговорю это, потому что часто мы сталкиваемся с вопросом, что речь идет, то есть на главного инвестора приобретается основная доля. Это 220 тысяч долларов. И к нему уже притягиваются члены семьи. И здесь вот как раз и возникают налоги и пошлины за дополнительных членов семьи. Поэтому общая сумма, мы ориентируемся вот примерно из того расчета, который у нас есть, на 300 тысяч долларов, из которых через 5 лет 220 тысяч возвратные. Эту долю можно продать. Но вы знаете, что мы сейчас столкнулись с ситуацией, что у нас многие клиенты, которые уже могут продать, они ее не продают. Они довольны доходом в размере 3-3,2% годовых в долларах. В наше время с отрицательными депозитными ставками для кого-то. Это один из вариантов инвестиций и возможность, пока они владельцы этой доли, проводить некоторое время в году вот в этих отелях. Поэтому здесь есть свои плюсы. Лен, давай тогда, значит, уже ко второй части, да, вот этой таблицы вернемся. Мы подписали договор на юридическое сопровождение, подготовили пакет документов. Как происходит вся подача, особенно в текущих условиях ограничения в передвижении? Да, опять же, мы составляем для каждого клиента, заявителя, у нас есть индивидуальная инструкция. Особенно в части происхождения средств мы этому уделяем огромное внимание. Для кого-то, кому-то это надо показать НДФЛ, у кого-то это доходы от ИП, у кого-то от ООО, у кого-то там наследство и так далее. Поэтому список документов, он все равно индивидуален. Но все формы, анкеты и так далее мы заполнение берем на себя. То есть у нас клиентам важно по списку предоставить документы, заказать эти справки. Сейчас, благодаря тому, что вот создалась ситуация, ну, благодаря, ну, в принципе, из-за этого облегчилась система сбора документов. И, как я уже сказала, можно сейчас на данный момент предоставлять даже сканированные документы и подавать их в таком виде. То есть это сейчас все быстро, удобно, под нашим контролем мы, соответственно, эти все моменты отслеживаем. Опять же, например, если есть индивидуальные ситуации, например, какие-то документы потеряны или надо восстановить, сейчас это непросто, но мы, понимая, что там, ну, надо подождать, и клиент закажет этот документ и получит там через 2 или 3 недели, то мы можем составить определенное там сопроводительное письмо о том, что немного позже оно будет предоставлено, либо сделать там соответствующую пометку. Опять же, все решается. Насчет переводов. Мы это все организовываем сами. Если нужны заверения, организовываем сами. Решаем вопрос по биометрии сдачи отпечатков пальцев. Опять же, это наше такое решение, но просто вам скажу, что сейчас у нас клиенты, естественно, никуда не ездят, и эту биометрию сдают. И уже наша задача подать документы таким образом, чтобы их приняли, чтобы они уже попали в соответствующую обработку, дальше включается режим ожидания. Вот он занимает по-разному, от двух до четырех месяцев. И когда уже выходит приказ о решении о присвоении гражданства, тогда клиент оплачивает оставшуюся часть доли за недвижимость, и по нему, соответственно, уже дальше выходит окончательное решение, окончательно финальные документы, и все это заканчивается тем, что мы получаем за клиента паспорт, привозим ему или делаем доставку ему домой. То есть это на самом деле сейчас, так сказать, процессы настолько удобно организованы, что в прямом смысле этого слова нашим клиентам не надо никуда ехать. Ясно. Ну и тогда уже, во-первых, я попрошу контакты компании Moscow Service International Relative Chats в чате обязательно опубликовать. Все-таки еще разочек, действительно был вопрос по поводу того, для бедных или не для бедных, и эта программа, и наш вебинар в целом. Ну, во-первых, хочу сказать, что мы, например, говорили о программе Черногории. Гражданство, понятно, там не дешевое, а, например, вид на жительство, формально говоря, это стоимость недвижимости плюс некие дополнительные расходы. А недвижимость может стоить и меньше, то есть если цель такая. Если мы говорим о программах гражданства, то уж программы гражданства все равно карибские, если говорить в абсолютных суммах, получается, Лен, самая дешевая. Ну, дешевле нет. Ну, турецкая, она все равно 250, а вот тут можно за 150, и даже есть еще меньше, можно за 100, только надо, то есть это опять будет, ну, не недвижимость ты покупаешь, ты просто покупаешь вот сам паспорт, условно говоря. Есть еще программа Вануату, но она зависит, цена от состава семьи, опять же, она может быть и больше за счет большого состава семьи. Официальная программа, островное государство, поэтому такая программа тоже есть. Но здесь, да, мы видим, что гренада – это оптимальное решение по цене, срокам, качеству. Качеству в каком смысле? Конечно, если задача получить гражданство Евросоюза или перспективы стать гражданином Евросоюза, как Черногория или Греция даже, да, если там проживать, это одна история. Гренада – это все-таки в отношении шенгенских стран, мы говорим больше про путешествия, про возможность там находиться 3 месяца в течение полугода, свободно передвигаться. Поясняю, да, она не дает права, этот паспорт не дает права на работу в других, там, в европейских странах. Это дает возможность перемещаться и чувствовать себя свободным человеком мира. Вылетать, кстати, это также очень важно. То есть сейчас в условиях пандемии мы увидели, что шенгенские визы, они не действуют. И страны, если есть такая необходимость, разная у кого-то по медицинским потребностям, у кого-то по семейным, у кого-то по бизнесу возникла необходимость вылететь из России в другую страну. И здесь это могут и могли только сделать резиденты или граждане, то есть граждане Российской Федерации, у которых есть дополнительно еще резидентство или второе гражданство. И, например, с паспортом Гренады можно вылетать в Великобританию, можно там провести 6 месяцев и решать свои вопросы. Кому-то, опять же, это может быть важно, сама возможность это сделать, правильно? Чувствовать, что есть выбор и понимать, что нет такого заблокированного состояния. Поэтому здесь все решают для себя индивидуально. Отлично. Дорогие друзья, Елена Мариничева, вице-президент Moscow Sotheby's International Realty. Будем обязательно в ближайшее время еще общаться, встречаться на наших вебинарах. Спасибо тебе огромное. По Гренаде и по уйме других стран, пожалуйста, обращайтесь, контакты здесь есть. Да, да, моя коллега, вот я вижу, на вопросы она ответила. Но если остались, то пишите. Пишите в чате, в завтрашнем, в завтрашнем, послезавтрашнем материале, который будет опубликован. Ответы на эти вопросы мы тоже, безусловно, опубликуем. Спасибо большое, Елена Мариничева. Спасибо, всего хорошего. Спасибо.